Через несколько недель в Казахстане состоится мини-турнир, в котором примут участие многие медийные команды, в том числе и двукратные чемпионы МФЛ Тудрос. До последнего все думали, что это будет дружеский турнир, в котором сыграют медийные с медийными, но вчера дроты выставили список игроков, которые попадут в заявку, и оказалось, что это не так. В заявку не попали такие игроки, как Белка, Аллан, Богабонд, Ярош, Эйтан, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул, Баппе и другие медийные участники. В заявку также не попал Гаучио, но у него какие-то проблемы с документами, с паспортом. Видимо, Карат постарался и позвонил в миграционную службу. В целом, по заявке у меня нет абсолютно никаких вопросов. Если ребята едут подтверждать свой чемпионский статус, такой состав абсолютно логичен, тут все правильно. Единственный человек, который меня напрягает в этом составе, это Краб. Я думаю, что уже все знают о том, что Краб постоянно опаздывает на тренировки, опаздывает на установки, бухает, играет в казино, занимается непонятными вещами. В общем, ведет себя максимально безответственно, а когда выходит на поле, играет вообще непонятно как. Там сам Кузнецов, выпуская его на поле, только и делает, что постоянно на него кричит. При этом все равно раз за разом Краб получает место в составе. Чтобы вы понимали, Богдан, который практически играл во всех матчах первого сезона МФЛ, который сыграл в Кубке России, пару раз отдал неправильные и неточные передачи, и все, теперь он сидит на банке. Потому что если ты хочешь играть в чемпионском составе, ты должен играть как чемпион, ты не должен совершать ошибок. А если ты все-таки эту ошибку совершил, то ты садишься на скамейку, ты тренируешься и ждешь следующего шанса для того, чтобы получить возможность доказать. Это правило касается абсолютно всех, всех, но почему-то кроме Краба. И конечно, когда такое видят Богдан, Эйтан, Вагабонд, ребята, которые посещают все тренировки, которые не опаздывают никогда, которые держат дисциплину, которые просто пашут как лошади, и в итоге место в составе все равно получает Краб, естественно, их начинают посещать разные мысли. Отсюда и появляется у ребят идея, чтобы перейти в какую-то другую команду, потому что невозможно постоянно тренироваться и не получать игровое время. Ничай у себя в телеграм-канале предложил сделать вторую команду Тудротс, которая будет также принимать участие в турнирах, но я думаю, что все понимают, что это невозможно, потому что чемпионский состав может быть только один. Если даже будет вторая команда, она вряд ли будет показывать такие же результаты, как основная команда и будет приносить скорее вред, чем пользу. А также стало известно, что команду ждет чистка, как минимум 6 человек покинут команду. Я считаю, что это абсолютно нормально, потому что каждому игроку нужно шить форму, каждого игрока нужно тренировать. Если какие-то выезды, им нужно покупать билеты, бронировать отели, кормить и так далее. То есть это огромное количество трат не только финансовых, но и временных, потому что эти игроки также требуют внимания, также требуют игрового времени. Проще с ними сесть за стол переговоров и объяснить, что если ты не приносишь пользу команде, то ты просто нам не нужен. Ярош уже успел высказаться по этому поводу у себя в телеграм-канале. Он сказал, что его уже не зовут на съемки, ни на основной канал, ни на лигу. И скорее всего его ждет та же участь, через несколько месяцев его тоже кикнут из команды. Ярош, конечно, просто удивительный персонаж, он уже несколько лет находится в самой медийной команде, знает всю индустрию изнутри, знает, что как работает, и при этом только и делает, что ноет. Если тебе так сильно нужны съемки, ты можешь сам написать Жеке, написать Непиту, написать Карену в конце концов. Сказать, давайте я приеду, давайте я поучаствую, давайте я там побегаю с GoPro. Ты же можешь сам проявить хоть какую-то инициативу, но если даже после этого тебя там просто отшивают, элементарно открой свой канал на YouTube и снимай туда что-то, если ты прям так хочешь сниматься. Вон даже тот же Алекс Месси, который еще даже годы не находится в команде, даже он создал свой YouTube-канал и снимает туда влоги. Я вообще не понимаю, как можно находиться в самой медийной команде, в самой востребованной, которая показывает самые большие цифры и просто ждать, когда тебя позовут на съемки, когда тебя выпустят на поле. Зачем тебе это все? Просто возьми и сделай сам. Ребята сделают репосты и твой канал начнет собирать просмотры, это 100%. Я думаю, что Ярушу давно пора принять тот факт, что он больше не будет играть в основном составе Тудроц никогда и начать проявлять себя в каких-то других направлениях. В какие-то съемки, возможно быть ведущим, просто сделать что-то для того, чтобы быть полезным своей команде, вместо того, чтобы ныть. Вот такие новости, ждем турнир в Казахстане, там будет, надеюсь, очень много инфоповодов. А с вами был Мариарти, я вернулся на канал, увидим в следующем видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok